Германия передала на нужды ВСУ машины амфибии М3 Амфибиус Риг. Такая техника поможет при форсировании водных помех и переправ, ведь М3 могут тащить на себе даже танки, в том числе западного образца. Разработка амфибии началась еще в 1982 году, а через 10 лет, после долгих испытаний и модернизаций, в 1992 году появился только прототип, но он довольно быстро встал на рельсы, и уже через два года первые полсотни машин поставили на вооружение Бундесвера. Еще через два года аналогичные системы заказали себе и британцы. Однако, в общем-то, таких амфибий создали не очень много, из-за отсутствия большого количества водных помех изготовили ориентировочно 300 единиц, но учитывая возможности, которые дает М3, этого вполне достаточно для форсирования большинства небольших водных помех. Эта плавающая установка амфибия имеет легкий сварной корпус из алюминиевого сплава. На суше его не нужно транспортировать. М3 сама перемещается на четырех колесах. А вот на воде колеса прячутся, и М3 разворачивает два больших алюминиевых понтона, которые превращают ее в паром, который на самом деле напоминает плод. За движение всей системы отвечают два водомета, позволяющих управлять М3. При необходимости можно объединить несколько платформ для создания больших платов или на плавных городов, и это делается очень быстро. За три минуты можно соединить более двух М3, которые могут перевозить даже самые тяжелые танки, как немецкий «Леопард» или британский «Челленджер». В течение 15 минут между собой соединяются 8 амфибий, образующих мост длиной 100 метров. Такая переправа выдерживает 85 тонн гусеничной техники и более 130 тонн колесной. То есть при необходимости М3 формирует собой понтонную переправу, которая одновременно может выступать как паром. Эта техника идеально подходит для форсирования небольших водных помех. Если говорить о ее работе на суше, то М3 приводит в движение дизельный двигатель в 400 лошадиных сил, он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Эта амфибия имеет штатный полный привод и двухосное рулевое управление. Из плюсов автомобиль оснащен центральной системой давления в шинах, так что даже небольшие препятствия на суше или легкое бездорожье машина-амфибия преодолеет без лишних препятствий. Весит М3 26 тонн. Имеет более 12 метров в длину, а в разложенном виде почти 7 метров в ширину. Для управления этой системой требуется 3 человека. Если говорить о маневренности, то на воде она может вращаться на 360 градусов, а скорость составляет 9 километров в час. М3 габаритные, но быстрые машины. Эти машины амфибии хорошо продемонстрировали, что могут работать в разных условиях, арктических, центральноевропейских и тропических. В ходе испытаний они тестировались в условиях гражданской обороны, учений и боевых действий. Все исследования показали, что М3 эффективен и как плод, и как наплавной мост, поэтому есть много разных комплектаций в зависимости от потребностей. Кроме Германии и Британии, такими же амфибиями пользуются в Сингапуре и в Китае. Некоторые версии амфибий имеют бронированную кабину с элементами защиты от ядерных, биологических и химических угроз. Из дополнительного оборудования компьютерная система обучения, техобслуживания и диагностики. В случае возникновения неисправности компьютер сам подскажет о проблемах. Есть также разные комплекты для водителя, и они зависят от климатических условий. Автоматизированная система контроля и управления упрощает работу персонала, позволяет сократить количество экипажа до трех человек. Скорость на земле может достигать до 80 км в час, поэтому, несмотря на свою массу и габариты, это довольно быстрая машина. Такие системы, как М3 Амфибиус Риг, очень нужны, особенно в нашей войне. В условиях, когда украинским защитникам и защитницам нужно преодолевать водные препятствия и переправлять технику, М3 – просто незаменимая вещь, это хороший инструмент для таких задач. В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, в ВСУ уже используются такие системы, и чем больше их будет на вооружении, тем легче будет украинским военным. Продолжение следует...